ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СОТОК Как и обещал, просто я забухал, подпишитесь, пожалуйста. Сегодня я дегустирую шаурму, которая находится на улице Провианской за 20-м домом. Сейчас вы это можете видеть на карте, если захотите посетить данный ларек. Небольшое примечание, в данном ларке я как-то брал себе бургер, и когда его вскрыл, обнаружил там плесень. Ну, посмотрим, как у них обстоят дела с шаурмой, поэтому я сейчас туда захожу, беру и иду дегустировать. Ну что ж, вот я и на кухню. У меня потребовалось приблизительно 20 минут, чтобы доставить шаурму до кухни, до стола, где мы будем ее дегустировать. И сразу хочу сказать, что за это время шаурма хоть и, естественно, остыла, но она не протекла. Это большой плюс, потому что вы можете ее взять заранее на обед в офис и разогреть ее во время обеда, или взять ее на поезд, если вам нужно будет куда-нибудь ехать. Это очень удобно. Данная шаурма, она также со свининой и стоит 130 рублей. Давайте ее сейчас взвесим. Весит она 419 грамм. Округлим 420. Это получается, что за килограмм такой еды вы заплатите 309-310 рублей. Это дороже, чем шаурма из прошлого выпуска, потому что та стоила 150 рублей и весила полкило, то есть 300 рублей за килограмм. Ну что ж, и перед тем, как вскрывать данный кирпичик части, хотелось бы сказать про минус заведения. Я не видел, как готовят данную шаурму. Повара не было. Видно, он делает у себя в коморке, поэтому я не знаю, делал он это в перчатках или своими влажными руками, почесав шею, чтобы не добавлять соли. Я не знаю. При этом я попросил, чтобы шаурма была поострее. Значит, там должна быть аджика. И вот сейчас мы ее вскроем и будем смотреть, что же там все-таки находится за эти 130 рублей. Ну что ж, я надеюсь, все прочитали дисклеймер. И давайте резать. Сегодня без палочек, сегодня вилка и нож. Нож тоже не самура. Так, разрежем на небольшие части, чтобы было меньше грязи. Уберем, уберем и вскроем шаурму. Так, что же мы видим? У нас здесь также есть мясо, не так много, как хотелось бы. Огурец, томат, также есть овощи другие. Это похоже на обычную капусту, на зелень, на укроп, просто на кетчуп. Скорее всего, аджики не так много. И она просто размазалась во всем этом соусе майонезно-соусно-кетчупном. Вот в таком соусе. Не так много ингредиентов. Не такой интересный, значит, будет вкус. Но мы это сейчас и проверим, дегустируя данное блюдо. Ну, как вы понимаете, не просто так я отрезал еще такой маленький кусок, чтобы было удобнее дегустировать. Ну что ж, давайте, приятного аппетита! Из-за того, что лаваш ничего не пропустил, значит, он плотный. И вот он жуется тяжело. Как я уже и говорил, мяса не так много. При этом аджика чувствуется. Возможно, это не аджика. Возможно, это какой-либо соус наподобие острых чилищных соусов, если это вообще можно так назвать. Что-то по типу табаски, но здесь не отдает кислотой. Может быть, просто жидкая аджика. Но не так остро, чтобы гореть огнем и дышать пламенем, как драконы. Как я уже сказал, лаваш слишком плотный, поэтому тяжело жуется. Ингредиентов не так много, поэтому вкус он, ну, никакой. Ты просто ешь мясо с острым соусом. То есть, ничего интересного нету. Давайте делать вердикт. Ну и какой же вердикт? А вердикт следующий. Данные шаурме я ставлю 4 из 10. Я больше там брать не буду. Но только если я буду идти очень голодный, и у меня будет лишние 130 рублей, тогда да, я зайду, возьму. Это уж лучше, чем пирожок, в котором есть плесень. Но так сознательно я туда ходить за этой шаурмой не буду. Потому что она хоть и не протекает, но сухая, вкуса никакого. Ты просто ешь острое мясо в твердом-твердом лаваше. Ну, такая еда вот для таксистов или для бомжей. Нет, не значит, что таксисты равно бомжи. Нет, просто вот то, что приходит не на ум. Ну и пока не забыл, как получить 1000 рублей. Все просто. Как только на канале будет 1000 подписчиков, то я разыграю среди вас 1000 рублей. Будет 2000 подписчиков, 2000 рублей. И так далее до 10 тысяч подписчиков. Потом шаг будет уже в 100 тысяч. А то вы меня разорите. Именно поэтому подписывайся на канал и распространяй данный ролик. Ты увеличишь шанс выиграть 1000 рублей. А я получу больше мотивации, чтобы делать ролики чаще и качественнее. И более интересно доносить до тебя мысль и искать самую лучшую шаурму Нижнего Новгорода, России, а в дальнейшем и всего мира. Ну, а на этом уж точно все. С вами был, есть и будет всегда Данила Рышкин. Самый субъективный продач всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными и кушайте вкусную шаурму. Всем спасибо. Всем дизлайк.